Ребят, всем привет! Сегодня полдня хожу под таким впечатлением. Реально не мог не запилить ролик, показать именно, что происходит в китайской индустрии, да, именно, ну, кепочной, скажем так. Ну, с одной стороны я возмущен, с другой стороны восхищен. Приехала вот такая вот моделька, да, ну, в принципе, там много цветов. Ну, вот голубенькую немножечко я уже отпарил. Это подделка на Adidas. Я, в принципе, ничего особенного не ожидал. Заказал эти модельки, да, подделку. Пришел, распаковал посылочку, вытянул первую бейсболку. Ну, в общем-то, я офигел, я не совсем понял. Я заказывал подделку, пришел в оригинал, что ли, и начал рассматривать. Ну, конечно же, я заметил некоторые там, да, косячки, нюансики, в общем-то, сразу заподозрил, что что-то здесь не так. Ну, реально, я сначала подумал, что это оригинальная бейсболка. Сделана очень качественно. Ну, сейчас я вам покажу ее, да, вот такая моделька, сравним ее. Единственное, что нет у меня, к сожалению, именно такой модельки. Есть подобная, вот такая вот, да, но не с такой вышивочкой. Да, вышивочка здесь обычная. В принципе, эту бейсболочку я вам уже показывал. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Зайдите, посмотрите. Ну, больше вы в интернете, в ютубе, именно, вряд ли найдете именно таких обзоров, да, как у меня, именно с такими мельчайшими подробностями. Мы рассмотрим сейчас именно все, потому как, ну, я бы сказал, не знающий человек получит эту бейсболку, да, то есть закажет бейсболку где-нибудь в интернет-магазине оригинальную. Ему вышит такое вот фуфло, он получит. Ну, в принципе, он не поймет. Даже найдя картинки в интернете этой модельки по коду товара, он не поймет, что это подделка, потому как сделана очень классно. Ну, и картинки в интернете, в принципе, оригинальной бейсболки будут точно такие же. Ну, какие-то нюансики там, да, по вышивочке. Ну, вот давайте посмотрим, да, вот такая вот вышивочка. Ну, опять же, качество вышивки хромает от модельки к модельке. Ну, в принципе, да, очень неплохое. Ну, вот так вот, блин, немножко отсвечивает. Ну, вот возьмем, давайте, черного цвета, вышивку будет ее, возможно, лучше видно. Вот так вот. Да, кстати, черная сделана классно. В голубенькой немножечко по-говнецовому сделана. Ну, вот на белой бейсболочке сделана просто идеально, я бы сказал. Ну, все четенько, вышивочка такая объемненькая. Ну, и вот такую вышивку я нашел на оригинальной бейсболке. Вот она. Ну, в принципе, довольно-таки похожа. Ну, да, конечно, в оригинальной бейсболочке она будет немножечко лучше. Но, в принципе, в подделке сделана довольно-таки неплохо. если вы никогда не держали в руках эту бейсболку и у вас не с чем сравнить, вы не поймете по картинке даже, да, оригинальная эта бейсболка или нет. Ну, все сделано классно. Качество ткани это, я бы сказал, такой же точно материал, как и в оригинальной бейсболке. Ну, вот есть у меня такая моделька, да. Давайте сравним ее. Ну, вот с красной, к примеру. Это точно такая же ткань, да. Точно такой же стопроцентный хлопок, как и в оригинальной бейсболке. Он точно такой же на ощупь. Ну, даже по текстуре он точно такой же. Тут, в общем-то, даже не с чем сравнивать. Это точно такая же ткань. Ну, и посмотрите, да. Именно по качеству самой вышивки, да, именно самих швов. Ну, вот именно здесь прострочечка, да. И вот в подделке тоже по всему периметру бейсболочка прострочена. Сами шовчики, все четенько. Вот такие застежечки сзади, да. Ну, все четко. Вставочку сделали такую же, как в оригинальной бейсболке. Ну, в общем-то, это не составит труда китайцам сделать такую же фурнитурку, да, с таким же логотипчиком, как в оригинальной бейсболочке. Ну, какое-то небольшое отличие есть, как бы, да, то есть в оригинальной бейсболочке вроде как немножечко лучше. Ну, блин, если вы никогда не держали в руках, опять же, если у вас не с чем сравнить, вы не поймете, да, оригинально это бейсболка или нет. Единственное, что я высмотрел, это вот стежочки, да, на козыречке немножечко не так аккуратно сделаны. Ну, вот, да, смотрите, как в оригинальной бейсболочке сделано все четенько, стежочки все один в один, ну, вообще никаких косичков здесь, там каких-то волн, там еще чего-то нет. Ну, в подделке вот немножечко не так аккуратно, нитка более такая толстая. Но, опять же, моделька это другая немножечко, да, может быть, именно в этой модельке она будет тоже такой же толщины, даже не знаю. Опять же, фоток именно этой бейсболки не нашел, козырька нету нигде. Ну, в общем-то, хотелось бы такую бейсболочку найти, нужно будет посмотреть. Ну, немножечко неаккуратно, конечно, сделан козыречек, да, видите, такое именно стежки немножко виляют, не так аккуратно, конечно как в оригинальной бейсболочки но в принципе да все сделано четенько вот так вот козыречек выполнен но все четко очень тогда мне вообще никаких претензий нет качество конечно немножечко разная там от модельки к модельки ну в принципе довольно таки неплохо все сделано такая черная бейсболочка тоже неплохая опять же вот эти вот этикеточки в оригинальной бейсболочки немножечко она такая более темная в подделке она немножечко такая более светлая вот подделки Немножко такая более голубоватого цвета Но так, в принципе, сама бумага точно такая же Но все четко, я бы сказал Особых отличий нет Единственное, что сзади В оригинальной бейсболке, конечно, присутствует Здесь еще такая информационная этикетка Но китайцы, конечно же, не ставили ее наклеивать Не стали палиться Здесь штрихотом все дела Поэтому китайцы не наклеили Но опять же скажу, что в некоторых оригинальных бейсболках Тоже ко мне приходили Но и в них этих наклеечек не было Приходили вот такие вот этикетки Здесь просто место под наклейку Но наклейки самой не было Поэтому, ну, как бы, не факт, да Что если нет этой информационной наклейки Что это не оригинальная бейсболка Поэтому, ну, тут, как бы, меня особо не поймем Ну, какие-то вкладыши здесь, да Ну, в общем-то, не составляет труда китайцам В общем-то, подделать эту бумажку В общем-то, поэтому по бумажке Вы вообще особо-то не поймете Ну и вот тот фактор, который меня реально возмутил Да, с одной стороны, я восхищаюсь Качеством подделки Как китайцы могут делать за 5 долларов Это уже оптовая цена Ну, а вы посмотрите здесь, да Именно наличие вот этих вот этикеток Это просто жесть Причем этикетки точно такого же качества Я щупал, в общем-то, сравнивал Качество точно такое же Единственная разница это в том, что В оригинальной бейсболке Этикетки немножечко не такого размера Да, вот они длиннее По ширине они точно такие же, да Но они немножко длиннее, чем в подделке Вот, в подделке они немножечко покороче Но само качество, да Именно самого материала Да, с самой тканью Точно такое же То есть в оригинальной бейсболке Точно такое же качество, как и в подделке Ну и само наличие Да, всей этой информации Оно точно такое же, как в оригинальной бейсболке Опять же, вот эта голубенькая вставочка Она точно такая же, да Как в этой модельке Ну, опять же, модельки у меня нет Фотографий я не нашел Именно самой этикетки Ну, думаю, я думаю, китайцы, в общем-то, без проблем ее скопировали В принципе, думаю, точно такая же Она тоже голубенького цвета Но единственное, что может быть, различается по самому размеру Но, опять же, вы не найдете в сети этих фотографий Я не нашел Ну, и если у вас такой бейсболки нет И вам не с чем сравнить То вы не поймете, в принципе, да, оригинальная бейсболка это или нет Ну, и само качество этикеток точно такое же, да Вся информация скопирована четко, да Страна-производитель, там, название модельки Все дела, вот верхняя часть, это 100% катон Внутренняя часть 80% полиэстер, 20% катон Да, это сама внутренняя вставочка Вся информация присутствует Ну, все четко, в общем-то, блин, долбаный китайцы Здесь я реально возмущен Ну, и самое главное, что, да, присутствует именно вот такая вот информационная этикетка С кодом модельки Довольно-таки неплохого качества Да, это не дешевое китайское дерьмо, как обычно Хорошее такое качество, плотное, такое, толстенькое Именно эта этикетка, очень хорошего качества Такая она немножечко даже глянцевая Ну, офигенная Ну, и здесь присутствует, в общем-то, сам код модельки Именно этой бейсболки, которая в оригинале, в общем-то, и есть Вот этот именно CV, там, что-то 8143 Ну, и нижняя, я даже не знаю, что это за код именно Но он тоже присутствует даже в этой модельке Ну, единственное, что, друзья, я сколько получал бейсболочек адидасовских, да В них вот именно эта информационная этикетка должна быть вот такого типа То есть она должна быть точно такого же качества, как и самые большие этикетки Ну, просто она маленькая, ну и код модельки здесь Должен написан быть вот на такой маленькой этикетке Кстати, вот он тоже написан A2L001 Ну, а здесь он почему-то вот такого качества именно Ну, и тоже написано, да, A2L001 Не знаю, что это именно за код Но если вы его забьете, в принципе, вам найдет именно эту бейсболку в сети В разных цветах Поэтому, блин, друзья, единственное, что, да Вот этот именно код, именно этой модельки Он не черного цвета Если вы его забьете, да, вам найдет именно розовый цвет Короче, китайцы особо не заморачивались и зашлепали именно код розовой бейсболки Ну, я вот нашел такую табличку, да, вот такую вот Коды на каждой бейсболке, именно на каждом цвете, да, должны быть разными Но китайцы особо не заморачивались Нашлепали именно код розовой бейсболки Ну, опять же, да, здесь два кода Вот нижний код именно найдет вам именно все такие бейсболки Такого цвета именно Ну, а верхний код будет именно соответствовать цвету Ну, если вы никогда, да, не сталкивались с этим, да Получите бейсболочку, посмотрите Наличие этикеток, да, все четненько, как бы на всех бейсболочках В принципе, они присутствуют, эти этикетки Наличие этикеток есть, да, есть наличие самой этикетки с кодом модельки Вы забьете этот код в интернете Вам найдет похожую бейсболку В принципе, вы особо не будете париться Если вам выдадут эту бейсболочку, как оригинальная бейсболка Ну, я думаю, особо заморачиваться не будете В принципе, нормальное качество Не будете искать, да, там, какие-то малейшие нюансы Все сделано четко Вот, опять же, изнутри вот так вот сделано, да Какие-то минимальные отличия есть, да Вот, я не знаю даже, опять же, нет у меня именно этой модельки Качество самой полосочки четенькое Да, это стопроцентный катон Такой же вот именно, как сама бейсболочка Нанесение неплохое, в принципе Но единственное, что в оригинальных бейсболочках Да, обычно в Adidas всегда здесь такой еще логотипчик стоит Вот покажу, да, сам логотип компании Ну, вот так вот, треллистничек Ну, здесь китайцы не заморачивались Да, видно, что такая-то дешевенькая фурнитурка Ну, по этой фурнитурке вряд ли вам получится отличить Ну, вот так вот, да, именно сделано изнутри Все, опять же, хорошего качества такая вставочка Четенькая именно, ну, хорошее, в общем-то, отличное качество Я бы сказал, все четенько Сами эти полосочки четенькие Опять же, даже как в оригинальной бейсболочке Здесь именно, вот, именно в лобовой части Вставлена еще такая дополнительная двойная ткань Да, вот она двойная, именно отслаивается По всей бейсболке этой ткани нет Но именно в лобовой части, чтобы она немножко держала форму Вставлена такая еще дополнительная вот вставочная ткань Ну, вот, по беленькой, думаю, будет хорошо видно Вот так вот, да, то есть дополнительная вставочка есть Как и в оригинале, то есть она немножечко держит форму Ну а здесь таких вставочек уже нет Ну все четенько вообще, я не знаю даже Я, в общем-то, сначала сам даже засомневался Что за фигня, заказывал вроде бы подделку Там за 5 долларов на опт То есть это оптовая цена, да Почем китайцы их сделали и продали В общем-то, не совсем понятно В общем-то, здесь, конечно, это все восхищает Да, насколько качественно китайцы именно делают То есть это точно такой же материал, как в оригинальной бейсболке Можете не сомневаться, я долго щупал Там чуть ли не на зуб пробовал Ну реально точно такой же материал 100% хлопок, точно такой же, как и у Адиков Ну прикиньте, я думаю, если нашим оптовикам уже, да Привезли из Китая, по 5 долларов продали, да То есть это уже наши оптовики их продают То есть нашим оптовикам привезли их там, ну не знаю Доллара по 2,5, может быть по 3, да Наши продают-то там по 5,4 Эти бейсболки То есть китайцы продали эти бейсболки Я даже не знаю по чертам По 1 доллару, да Причем качество точно такое же, как и у Адика Офигенское Вот реально хорошо подделали фурнитурку Всю фигню Даже умудрились хорошо подделать сами эти этикеточки Но не знаю, блядь Китайцы, я просто поражаюсь именно За сколько они это все делают Ну качество реально офигеннейшее И если никогда у вас не было бейсболки Adidas Да, вы никогда с этим не сталкивались Вы реально не поймете, настоящая это бейсболка или нет Ну я взял тут несколько цветов Вот такого типа, кстати, бейсболочка Еще с таким логотипчиком, да, есть Вот здесь такая вот застежечка Ну здесь, конечно, застежечка спалилась Даже не знаю В Вадике, конечно, пока таких вот застежечек не встречал Ну наверняка они есть Ну вот так вот сделали Здесь немножко другая моделька Такие вот этикеточки Ну в принципе тоже все сделано четенько Офигенный материал Такой толстый, катон Очень-то все сделано классно Даже не знаю Не знаю, ребят Что сказать Смотрите мои ролики Именно вот эти нюансики Скоро, я думаю, будут нужны Потому как китайцы реально делают все круче и круче Таких подделок у меня еще реально не бывало Друзья, ну как-то так бейсболочка смотрится на голове Ну в принципе довольно-таки неплохо От оригинала она особо ничем не отличается Ну вот так вот беленькая бейсболочка смотрится Ну классно, в общем-то, мне нравится Вот так вот голубенькая смотрится Давно хотел себе такую бейсболочку Именно классического дасовского цвета Да, голубенькую С белым логотипчиком Ну неплохо Ну единственное, что помятая Нужно еще немножечко распрямить Отпарить Но в принципе довольно-таки неплохо Эта бейсболочка смотрится Ну и да, я возмущен тем, что китайцы Настолько качественно подделывают Что будете покупать в интернете Реально могут поднагреть И сунуть какую-то такую подделку И если человек реально никогда не видел ее Даже не поймет, оригинально это бейсболка или нет Ну с другой стороны, конечно же, я восхищен качеством Да, насколько китайцы могут за копейки Сделать именно идентичное качество В общем, тут, конечно, китайцы достойны восхищения Ну в общем, как-то так Друзья, ну очень как-то так Сами видели, да В принципе, бейсболочка неплохо смотрится на голове Ну и хотел бы еще раз, да Предупредить Покупая бейсболочку Там за 30 долларов За 25 Там за 40 Там еще за сколько-то там Да, выше За 50 Будьте очень внимательны Потому как китайская текстильная индустрия На месте не стоит И китайцы, в общем-то, шлепают Видите, какие подделки Реально таких подделок я еще в руках не держал Потому что я даже сам, да, не понял Сначала оригинально это бейсболка или нет Потому как сделано, в общем-то, довольно-таки неплохо Поэтому будьте внимательны Очень Заходите почаще на мой канал Посмотрите мои ролики Только на моем канале вы сможете увидеть Такие именно детальные обзоры Именно по бейсболкам Ну я не знаю, почему-то считают Что бейсболка Это такой предмет аксессуара Который не стоит Да, особых таких именно Обзоров Там рассмотрений детальных Ну вот видите, да Китайцы реально на месте не сидят Шлепают такие именно качественные подделки Ну и покупая бейсболочку Там за 30 долларов Можете получить подделочку Которая стоит там 10 Ну и в принципе, да Сами оригинальные бейсболки В общем-то, я бы сказал Даже не стоят таких денег Потому как китайцы реально Могут сделать это намного дешевле В общем, даже не знаю Адидасу нужно присмотреться Именно к такому качеству подделкам Я, конечно, не рекламирую подделку Ребят, конечно же Носите только оригинальные бейсболки Не носите подделки Ну вот, видите, какие бывают Будьте очень внимательны Ну в общем, как-то так, друзья До новых встреч Носите бейсболки Только оригинал И остерегайтесь подделок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok